запоминающиеся интро и заставки для ваших видео красивые и эффектные слайд-шоу из фото и роликов качественные заставки рекламные видео и трейлеры ссылка в описании всем привет с вами Артем в этом видео я расскажу вам как установить AS9 Beta 1 на любое устройство без прописывания UDID в аккаунте разработчика довольно странно что в этом году в Apple не стали ждать выхода первой публичной бета-версии и разрешили установить первую тестовую версию на все поддерживаемые устройства возможно это временное явление или упущение которое закроют в ближайшие дни а возможно новая политика компании по распространению тестовых версий мобильной операционной системы итак для того чтобы установить AS9 Beta 1 на свое устройство необходимо скачать прошивку нужной вам версии на мой взгляд лучше всего для этого подходит сервис imzdl.com ссылку на него я размещу в описании к видео мне нравится данный сервис потому что здесь появляются ссылки на скачивание практически сразу после появления их на официальном сайте Apple кроме того вы сможете не просто скачать файл а скачать его при помощи технологии torrent что значительно ускорит скорость загрузки нам достаточно найти необходимую нам версию прошивки и загрузить ее на компьютер если вы сомневаетесь в том какая из модификаций прошивки подходит для вашего устройства можете скачать обе и попробовать установить их по очереди iTunes не даст вам установить неверную прошивку на ваш ай девайс после окончания загрузки необходимо разархивировать прошивку включить iTunes и подключить наше устройство к компьютеру не забываем о необходимости сделать резервную копию в iTunes после чего приступаем к обновлению прошивки для этого зажимаем клавишу option на компьютерах mac или кнопку alt на компьютерах windows и нажимаем на кнопку обновить после чего открывается окно с выбором файла выбираем скаченную прошивку и ждем пока она загрузится на устройство всего через несколько минут мы получаем ай девайс на первой бета-версии операционной системы а с 9 обратите внимание что в случае чего вы сможете сделать downgrade на последнюю актуальную версию прошивки а именно а с 8 3 на которой на данный момент нет jailbreak а поэтому если на ваше устройство на данный момент взломано я не рекомендую устанавливать бета-версию а с 9 потому что вы лишите обратите внимание что список поддерживаемых устройств остался точно такой же как и в прошлом году прошивку можно будет установить на iphone начиная с 4s на ipad начиная со второй модели и на ipod touch 5 поколений на этом все не забывайте делиться вашим мнением и лайками добавлять ролики в избранное а также подписываться на канал с вами был артем пока